Философские основания науки, естественная установка, эмпиризм, рационализм, верификация и фальсифицируемость. Вот так называется моя, собственно, статья, которую я написал сегодня. Я не отдыхаю, я пишу статьи. Так вот, для людей, разбирающихся в истории человеческой мысли, не является секретом источник возникновения научного метода в самых общих и базовых его формулировках. Это философия. При этом данные базовые формулировки доказываются точно так же, как и все прочие философские утверждения, то есть в абсолютной степени никак. Из этого мы получаем, что в науке нет прочного фундамента для достоверного и точного познания мира. В итоге все базовые положения науки берутся на веру. Скобочки читать будете потом сами. Мы обратим внимание на главные аспекты научного познания, которые взяты буквально из философских интуиций. Эти аспекты таковы. Прежде всего, это естественная установка, под которой я понимаю нечто особенное. Эмпиризм, рационализм, верификация и фальсифицируемость. Вообще, естественная установка – это термин, идущий из философии Гуссерля. Я его позаимствовал и я его переинтерпретировал. Это теперь более широкий термин. Он связан с той естественной установкой, которая была у Гуссерля, но теперь он более специфический. Давайте попробуем разобраться с самым главным в этой статье, что такое естественная установка. Потому что не все могут это понять. На слух не очень понятно, что это значит. Под естественной установкой я понимаю ряд базовых вспомогательных убеждений в рамках науки, которые формулируются приблизительно так. В естественную установку входят вот такие догмы. Мир является естественным и только естественным. Вторая базовая установка – это бритва ока, мы не умножаем сущности. Третья базовая установка – мир функционирует по одним и тем же законам на всех уровнях, в любом месте и в любое время. Также наблюдаемый мир точно не является иллюзией. Мир принципиально измерим. Еще одна, вот еще один вариант. И то, что существует, может быть обнаружено прямо или косвенно с помощью технологий. Вот у нас вот такой вот набор убеждений, которые на самом деле тесно друг с другом связаны. В конце концов. В конце концов они тесно друг с другом связаны. Ну, например, мир является естественным и только естественным. Это уже подразумевает определенное обрезание, да, собственно. То есть мы с помощью бритвы ока мы обрезаем все неестественное. Все неестественные трактовки точно обрезаются. Так что бритва ока связана с первым принципом. То, что мир функционирует под одним и тем же законом, это значит, что эти естественные принципы можно, собственно, познавать. так или иначе, потому что эти одни и те же законы, они вдруг рандомные и меняются, с ними ничего рандомного не происходит, да, и мы можем все фиксировать и понимать, и вот все вот это, вот это большой, большой такой прочный пучок убеждений, которые для науки просто необходимы. Хотя не все ученые их проговаривают и более того, даже не все их осознают. Но если мы спросим, ученого является ли мир естественным, он скорее всего скажет, да конечно является естественным, просто проблема будет заключаться в том, что ученый над этой проблемой, скорее всего, никогда в жизни не думал. Вполне возможно, ученые не пользуются бритвой окома, вообще, в принципе, возможно. Вот Панчин, помните, в своей статье рассказывал, что ученые, вот как-то, он не помнит, чтобы бритва окома вообще упоминалась в разговоре с учеными. Ну, вполне возможно, да, но при этом это все равно не означает, что бритва окома не является частью научного дискурса. То, что Панчин какой-то там, не знаю, ученый в десятой степени, минусовой в десятой степени, где-то там что-то вот у него не получается использовать этот принцип бритва окома, это еще не означает, что принцип бритва окома не используется вообще. В данной статье я размерил, ответил на все вот эти вот вопросы про естественную установку, все догмы разобрал, также разобрал, какие исключения в науках присутствуют. То есть все эти принципы, все эти принципы, они иногда в науке нарушаются, и это верно. Есть такое, да, Джон Дой, в этой статье как раз учитывается, учитывается, что, например, бритва окома, например, да, порой нарушается. Конечно, нарушается. Конечно, нарушается. Есть квантовая механика, в которой этот принцип еще как нарушается, и это, в принципе, нормально. Или, например, принцип универсальных законов, то есть принцип, согласно которому законы, они функционируют, мир функционирует по одним и тем же законам на всех уровнях в любом месте и в любое время. Вот он, да. Этот принцип тоже на самом деле нарушается, но когда речь идет о некоторых конкретных теориях, например, о теории Большого Взрыва, потому что, когда ученые говорят о теории Большого Взрыва, говорят, тогда не было ни времени, ни пространства, ни законов природы, и это такое своеобразное исключение. Ну, просто понимаете, в чем дело? Многие базовые научные, хорошие такие важные научные методы типа радиоуглеродного анализа радикально зависят от вот этого вот убеждения. Если законы природы не универсальны, если законы природы не меняются, точнее, если законы природы меняются, если они не универсальны, если законы природы вчера одни, там завтра другие, через 500 лет одни, через 500 лет уже другие, там через 500 лет уже третьи законы природы и так далее, так далее, так далее. в общем, то у нас получается, что у нас не работает почти ни один метод. То есть, например, радиоуглеродный анализ в такой атмосфере работать просто не может. Радиоуглеродный анализ рассчитан на то, что вот, посмотрите, смотрите, у нас углерод, углерод, вот этот активный, да, радиоактивный изотоп С14, он постоянно разлагается определенным образом и по определенным законам. Если эти законы когда-либо нарушались или они систематически нарушаются, то все предсказания, все временные отметки, сделанные с помощью радиоуглеродного анализа, в этот самый момент становятся недостоверными, если мы вдруг внезапно можем допустить или понимаем это, да. Это печально, это печально. Нам приходится верить в то, что есть универсальные законы природы. И даже когда мы микроскопом пользуемся, нам приходится верить. Мы верим, что оптические законы, они в нашем мезомире работают так же, как они работают и в микромире, и в огромном мире, где там мы галактики усматриваем, да. То есть те галактики, на которые мы смотрим, мы их видим по тем же самым законам, по которым, например, я смогу увидеть шкаф этот в телескоп, допустим, да, в телескоп, я не знаю, возьму подзорную трубу, возьму подзорную трубу и посмотрю на этот шкаф и увижу там какие-нибудь там, не знаю, может быть, надрезы, да. Я подойду к этому шкафу, потрогаю эти надрезы, да, действительно они есть. И это в мезомире мы можем проверить, а в микромире нет. В микромире мы полностью рассчитываем на то, что вот эти вот законы универсальны, законы оптики универсальны. Так вот, представляете себе, отказ от такого принципа, который в сущности является философским, который берется как вот просто философское допущение, приведет нас к тому, что почти ни один научный метод не будет работать. Так вот, здесь в этой статье разбираются различные аспекты науки. Ну, например, один из главных аспектов – это естественный мир. Наука исключительно верит в естественность этого мира. Суть принципа – весь мир является естественным и только естественным. Никаких сверхъестественных сил нет, либо они находятся вне нашего мира. Ну, например, деизм, да. Наука порой развивалась в русле деизма, поэтому такое исключение можно здесь поставить. Никакие чудеса в мире не происходили и не произойдут, потому что ничто, даже Бог, не может нарушить законы природы. Соответственно, ничто не может нарушить последовательность естественной причинности, что делает мир познаваемым принципиально, между прочим. Понятие в чем проблема? В применении в науке, конечно, фундаментально, потому что ученые постоянно к этому апеллируют. И очень много критики идет именно через этот аспект, хотя этот аспект – это просто философское бла-бла-бла, которое принято, ну, просто так, понимаете? Просто наговорили, да, вот так вот так оно есть, все естественно. Так вот, проблема данного принципа заключается в том, что он априори трактует все, что мы можем наблюдать, весь опыт, который мы можем получать, как естественный. Просто априори. В науке у нас выбора нет. То есть наука принципиально никогда и ни в коем случае не сможет доказать, что существует какая-нибудь магия, сверхъестественное что-то, божество. Просто принципиально, потому что для нее мир состоит исключительно из естественных явлений. Даже если ученый увидит Бога, для него это будет естественное явление, которое можно изучить научно. Даже если премия Гудини обнаружит великого мага, колдуна и экстрасенса, который что-то предвидит, ученый, если он ученый, он будет пытаться объяснить это с точки зрения естественного мира, а не с точки зрения какой-то магии, мистики. Просто в таком случае они включат эзотерику всякую в спектр наук, например. Понимаете, в чем дело? Они не будут рассматривать эзотериков, магов, как магов, как людей, которые относятся к сверхъестественному. Нет, они будут разбирать их как представителей от нашего естественного мира полностью. то есть от того, что на премии Гудини кто-то что-то докажет, например, да, вот знаете, эта штука фармится очень часто. Ой, премия Гудини у нас есть, у каждого есть возможность доказать свои экстрасенсорные способности. А что будет даже если они будут доказаны, экстрасенсорные способности? Ну просто окажется, что экстрасенсорные способности на самом деле никакая не магия, а что-то естественное. Обычная наука, короче, обычная часть естественного мира. То есть наука не просто опровергает наличие чего-то сверхъестественного, наука не может это принять вообще, вообще не может принять. Науке плевать на эти темы. Но проблема того, что... Проблема, конечно, есть. Вот это убеждение о том, что мир естественный и только естественный, это просто философский принцип, который существует благодаря величественному философскому нововось. А вот это так, прикольное допущение, с ним вроде бы можно работать. Ну, вот так оно и работает, собственно. Критика его прописана в данной статье. Если что, исключения тоже приписаны, потому что, ну, например, есть такие ученые, как Исаак Ньютон. Есть некоторые странные персонажи, которые гадают на Таро, колдуют, магией занимаются, при этом являясь учеными. Исключения имеются, исключения имеются, но все немножко сложнее. С бритого окна мы тоже разбираться не будем, здесь все относительно понятно. С универсальными законами мы уже разобрались. Давайте с критикой попробуем. Критика универсальных законов. Что тут не так, ребят? Так вот, данное утверждение невозможно, именно вот о том, что законы универсальны, потому что его, ну, а, нет. Данное утверждение невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, тут написано. Мы не изучили всю вселенную, мы не изучили все времена. Формально человечество занимается наукой не более 500 лет, всего 500 лет, представляете? При этом же сама наука говорит, что наш мир существует больше нескольких миллиардов лет, с одной стороны, да еще и просуществует несколько миллиардов лет. Представляете, да, 500 лет науки, 500 лет науки против миллиардов лет. Откуда мы знаем, когда произойдут изменения законов природы и произойдут ли они вообще? Мы не знаем, мы не знаем этого, мы не можем ответить на этот вопрос даже в рамках естественной установки, на самом деле. Даже если мы полностью согласны с тем, что, даже если мы абсолютно согласны с тем, что, в общем-то, мир сугубо естественный, это еще не значит, что естественные законы в нем не могут рандомным образом меняться, понимаете? Ну, блин, ну, блин, ну тогда мир исследовать нельзя будет, и в этом проблема. Сколько я эту статью писал? Ну, несколько часов, посидел, пописал. Ну, это как бы для меня стандартные темы, я их очень часто освещаю на словах, я просто решил, что я наконец-то собрал полностью материал, и можно соединить его воедино. Так вот, принцип универсальности законов природы нарушается в некоторых теориях, иногда, когда речь идет о квантовом мире, возможно, он нарушается, хотя я здесь не считаю это за нарушением. Да, записывается, друзья, сейчас мы записываем. Так вот, я не считаю все квантовые законы нарушением, потому что квантовые законы пытаются описать те законы, которые есть как бы в мезомире в том числе. Просто проблема в том, что законы квантового мира почему-то, ну, получается, что они разительно отличаются от того, к чему мы привыкли. И в данном случае квантовые всякие законы, они претендуют на грядущую какую-то будущую теорию всего, которая будет объяснять все, и гравитацию будет объяснять, и поведение частиц, и так далее, и так далее, и так далее, и когда теория всего будет достигнута в физике, когда она наконец-то появится, когда появится достаточно обоснованная теория всего, в этот самый момент мы сможем себе уже сказать, что вот какие они законы природы настоящие, универсальные, неизменные, понимаете? Вот тогда заживем, короче, вот тогда заживем. Ну и одно из самых важных и базовых, конечно же, ограничений данного принципа, это все-таки Большой Взрыв, теория Большого Взрыва, ну, как она там называется, на самом деле, я уже не знаю, но не суть. Когда физики говорят про Большой Взрыв, там ни пространства, ни времени, ничего, короче, к чему мы привыкли, и поэтому законы, соответственно, отличаются, и это единственный случай, когда ученые, ну, прям очень явно говорят о том, что законы природы когда-то изменились. Ну, то есть, до Большого Взрыва не было тех законов природы, какие сейчас они существуют. Ну, и, возможно, в процессе Большого Взрыва, когда вот только вот все расширялось, возможно, были несколько другие законы. Вот. Принцип неиллюзорности тоже понятиен, ученый, в принципе, верит в то, что мир неиллюзорен, ну, по-моему, тоже очевидно. По большей части ученые, как бы, относятся к миру так, как будто бы он неиллюзорен. Это в рамках научного дискурса очевидное утверждение. Также ученые верят, абсолютно верят в то, что вот этот вот весь объективный, естественный, замечательный мир еще и подразумевает некую измеримость. Все можно измерить, и это измерение, это не просто какая-то, знаете, абстрактная, субъективная, творческая операция, мы там придумали какой-то веселый метод, и мы развлекаемся, применяем этот метод к миру. Нет. Именно измерения, они тоже являются объективными параметрами этого мира, которые показывают нечто существенное. Так, окей, ну, отпечатка может быть, я ее сейчас, правда, не исправлю, и мне тяжело будет ее исправить, походу. Так вот, это тоже чисто философское утверждение, но, опять же, к полтонизму во многом восходит, и, знаете, все в статье написано, друзья, если что, обращайтесь к статье, ее можно перечитать. Также у ученых имеются разные, разные, собственно, так, что там, реально неизмеримые, все является, неизмеримые, все является, ауч, печально, согласен, это не просто опечатка, это же печатка какая-то, это же жёсть, жёсть настоящая, самая жесткая опечатка, которую можно было совершить. Сейчас давайте исправим печатку, все является измеримым. Да, кстати, по соответствии с этим высказыванием, я бы даже сказал, измеряй неизмеримое и делай неизмеримое измеримым, как говорил Галилео Галилей. Этот принцип заложен в науку и уже достаточно давно. Вот. Измеримость важный параметр, и он действительно считается неким таким уже объективным, как будто бы связанным с естественным миром, хотя вроде бы это не так. Следующий главный, важный параметр в рамках естественной установки – это обнаружимость. То, что существует, будет рано или поздно обнаружено с помощью научных методов. Существующему свойственна тотальная обнаружимость. Ну, Никит, посмотрите, во-первых, у меня на стене, это раз. Всем на ютубе я скидываю ссылку на статью, если что. Заходите, друзья, читайте, с удовольствием, с удовольствием почитывайте. Ну, вы, наверное, замечали, что у нас панчины там всякие и прочие другие персонажи рассказывают о том, ну, если бог есть, мы бы его наверняка обнаружили, да? Если что-то сверхъестественное есть, мы бы давно наверняка об этом бы узнали, они говорят, да? И принцип такой тотальной обнаружимости, он в науке присутствует. Рано или поздно то, что существует, может быть обнаружено наукой. Этот принцип применяется повсеместно. Повсеместно применяется, вот. Потому что необнаружимое, понимаете, оно не фальсифицируется, не фальсифицируется, и поэтому его надо применять. Также в статье разобраны такие понятия, как империзм, рационализм, верификация, Рационализм разобран, разобран, да. Верификация, фальсифицируемость. Но об этих вещах мы говорим с вами настолько часто, что, я думаю, не имеет никакого смысла с вами это сейчас отдельно разбирать. Я думаю, мы за 16 минут прошлись по основным характеристикам данной статьи. Друзья, читайте, наслаждайтесь. Краткий обзор я сделал, и завтра будет хайлайт на эту тему. Спасибо.